Говорят, что Стивен Кинг написал большинство своих лучших книг за счет того, что он увидел во сне. Вот сегодня я вам поведаю страшнейшую историю для моряка, точнее старшего помощника капитана на морском судне. В общем, дело было в каком-то порту. Судно стояло на погрузке. В это время пришли проверяющие, просто это контроль, что-то в этом роде. В общем, они были на мосту. Капитан и Старпон. Буквально там, через какое-то время, поднимается на мостик второй помощник капитана. Во всем белом. Погоны. Ну, все как полагается на круизном лайнере. Но фишка в том, что это не пассажирская сумма. Это чертовы балки. И в унке у него бутылка виски. Заходит и садится, а ему надо вахту принимать. Время 18 часов. Понимаете, алкоголь на фото я вообще торговом запрещен категорически, тем более в открытый виде. Я, в общем, в растерянности. Я в растерянности пытаюсь объяснить человеку, что надо выходить на вахту. Идет погрузка во всю. Дождь периодически появляется. Он уже может быть закрываться и так далее. Крен смотреть. В общем, через 5-10 все-таки получается уговорить. И он уходит. Ну, еще 5 минут обсуждаем этот случай. Капитан говорит, да, нормально все. Я такой, как так? Проверяю, еще даже внимания не обратили на этот пьян, он все равно полный шаг. И, короче, не знаю, я в шоке. Просто во сне, в стерянности. Думаю, ладно, ну сейчас пойду, посмотрю тогда на докладу. Потом пойду, проверю, как он там на вахту вышел. За погрузкой смотрит. В общем, иду я, значит, с левого борта по судну, левого борта маршрутована. Никого нет. Дожди нальет, блин, конкретный. Смотрю, из какой-то трубы, как, знаете, погрузочного, как у нас грузят эти сосками. Там только вместо груза идет вода. То есть небольшой такой стройка. И ливень поливает. Иду, второго помощника нет. Никого нет вообще. Ни сервейеров. Заглядываю в трюм. Там просто воды настолько много, что уже вот-вот там она доберется до краев. И резкий такой рывок на концах. Тьфу, судно, короче, смещается. Я в шоке. Чуть там за сердце не схватился, думаю. Понимаю, что все, судно сейчас может утонуть прямо об рычала. Оно сейчас село на мель. Но есть шанс спасти, откатать балласт, который у нас еще остался. И начинать бинджи откатывать тоже из этого. Из трюма, да, в воду. Бегу, короче, обратно. Так не бежится нифига. Это же сон. Блин, брак вообще. Смотрю на мостик там сервейера. С крыла смотрят, что торжут. В общем, трюма полностью все открыта. То есть все понтоны у нас открыты. Чтобы там закрыть даже, это очень много времени заняло. И мне еще от этого становится... Я пытаюсь кричать, они меня не слышат. Я пытаюсь по рации говорить, меня тоже никто не слышит. И я понимаю, что это все. Это конец моей карьере. Ну, и на фоне вот этого всего я просто просыпаюсь. И такой выдыхаю, короче, фу. Хорошо, что это был сон. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok